ребят спасибо что присоединяйтесь подождем сейчас всех привет парни привет привет ребят привет всем уставшие мы сегодня снимали два ролика если вы видели сегодня с утра ездил на обследование в гераклеон это такой центр медицинской функциональной подготовки спортсменов профессиональных и проверял там сердце свое и функционалку а потом еще съездил в xfit вместе с будем они для железного мира начали снимать серию рот то олимпия как я вам и обещал раз в месяц будет выходить видео на канале железный мир просто потом как я готовлюсь к олимпии но там именно не про тренировки мои будет просто о том как я живу во время подготовки на ребят спасибо fast food вот честно признаюсь за последние три месяца наверное за последние три месяца я наверное съел макдональдс впервые да съел и пожалел потому что болел желудок после этого всем привет ребят всем привет в лос-анджелес тоже привет в кино я не снимаюсь не зовут не приглашают загорел и дальше с таиланда осталось еще загар не слез хруст и нующий боль в плечах знаете недавно у меня примерно такая же проблема было было с одним приятелем моим зарубились на рестлинге кто кого поборет в таком чем после того как он меня поборол у меня была резкая нующая боль в плечевом суставе вот я пошел к мануальному терапевту и он меня скажем так вправил мне причем но прошло конкурс на глютамин скоро кстати так это креатин там где тысяч критин который выиграли еще не отправил как раз конкурс на глютамин пройдет его тоже отправлю он воскресенье вечером 2100 пройдет с риггертом я еще не занимался тяжелой атлетикой и он сейчас уехал обратно в ростов к себе как он вернется мы с ними тоже видео снимем одном про занятия в тяжелой атлетике нет давление слава богу не беспокоит я не перебираю с тем что сильно задерживает воду в организме поэтому с давлением все нормально сармос это как сарм дали как там по-русски модуляторы андрогенных рецепторов я их никогда не использовал честно я даже не знаю то есть я знаю что такое но ничего не могу сказать потому что не знаю тернополь вам тоже привет на сушке на массе вес нас на массе максимальный вес 100 101 на сушке в соревновательной 91 провалим ребят на с ними уже давно работаю они изготавливаются европе из европейского сырья любую банку взять там огромная инструкция будет по то как им пользоваться вот поэтому мне нравится используем правда он не дешевый конечно очень про обследование ребят рассказывать не буду пусть это остается маленьким секретом я записал видео скоро выложу на своем канале в ютюбе вы посмотрите там врач все полностью рассказывает по состоянию моему здоровья сейчас мне было самому интересно столько лет занимаюсь физическими нагрузками и мне было интересно все ли в порядке вообще сердцем нет ли каких-нибудь пороков там ишемической болезни сердца там пролапсов как у меня мое функциональное состояние шкачок тупо штангу поднимаю а могу ли я сделать какую-то большую физическую функциональную нагрузку то есть крутить педал или под большой постоянно увеличивая себя нагрузкой вот там все будет это вы все увидите кто-то что не спамят постоянно на кого перспективно учиться в универах ребят но это не ко мне вопрос главное найти свой путь жизни мне кажется то есть кем ты хочешь стать понимаешь научиться на того кем ты потом не будешь работать мне кажется в этом нет смысле анализы я сдаю до постоянно сейчас буквально две недели назад сдал анализ полностью всю кровь общий анализ крови щитовидку печень поджелудочная общий анализ крови почки ну все зашибись у меня было слава богу все нормально талию уменьшить вакуум он не только уменьшает талию точнее не столько мешает он просто позволяет контролировать живот на сцене вот для чего делают вакуум специалист а я просто мне маленькими порциями работаю в поясе украина вам тоже привет парнем и да чем я груз пересоревнованиями долго рассказывать подкройте мое видео любое про то с про соревнования с нью-йорка можете посмотреть с питера там я все прям показывать что ем нжд но я думаю что но это не то что лохотрон то вам продают как бы пытаться продать то что стоит 100 рублей за 500 рублей вот что такое нжд так-то это наверное ну то есть не яд не химия но стоит гораздо больше сколько каждую неделю что сколько сколько я сейчас делаю или когда так же не привет она вон сидит там так быстро сообщение могут ребят я не все успела читать вопросы с поясом на каждой тренировке ну стараюсь по крайней мере тяжелое упражнение делать в поясе но сейчас у меня тренировки легкие идут но оксана ешанкина привет аксюх рад тебя видеть слышать читать да и ксюха мне подсказывает моя жена там бог вам тоже привет как сбалансировать питание вегана но нужно расплавить все уж привет просто убега веганов проблема в том что вы животный белок не получаете и тяжело вообще из набрать белок вообще из растительной пищи что бы 12 это же витамины это не было зачем пошел их давай пожениться ребят некоторые видео и фото которые вы находите а им уже 5 7 10 лет видео давай пожениться его снимали лет шесть или семь назад я еще не женат когда не был супруга своей не общался поэтому это видео им сто лет уже перфоманс вот перфоманс классная вещь я ем не привозят каждый день я на ней готовился вот поэтому перфоманс вот я ем нормально у меня уже все сил с не сегодня вечером должны привести можно ли брать массу если гормональный фон неустойчив так нужно причину выяснить почему неустойчив обратитесь к врачу чтобы он вас проконсультировать врач андролог называется вот пусть он вам отрегулирует ваш гормональный фон у меня грыж позвоночков слава богу нет гора на гора на хороший препарат я его им использую иногда сейчас я ем вот такую штуку перед тренировкой это мой предтреник называется спид только не путайте со спидами которые в на дискотеках употребляют сейчас скажу состав кофеин туарин эльтерозин ниацин b6 b12 вот у меня такой состав очень мягко просто действует не привыкание и нет мандража вот много рано тоже иногда употребляю потому что от меня как предтреники вообще не пьем видео где бы сашки светл пир протеина да это снимали мы четыре года назад когда пир протеин еще хорошего качества делал поэтому я сам их тогда употреблял мне еще тогда не было спонсоров олимп поэтому ел зачем я пошел на шоу просто захотелось в телеке попасть думать просто когда на тебя столько камер смотрит и людей поэтому хотелось понять могу я с этим справиться волнением или нет вот ради этого я пришел на это шоу к олимпии еще не будут еще не готовился будут не готовится только летом в июне в июле сейчас еще рановато при треник вреден или для садистой системы я думаю что да потому что он возможен повышать давление ваше поэтому нужно быть очень аккуратным из золотой эры не с кем не общался к сожалению вот клин бутерол да на сушке отличная вещь мечта мечта мечты меня постоянно исполняться мечтам сейчас просто в топ-10 на линьки попасть вот мечта что там с classic физик хорошая дисциплина для моего роста 186 сантиметров нужно вести 104 килограмма но для меня это too much поэтому я не буду в ней выступать я не хочу либо 6 тоже неплохой разжигатель я его использовал на вот до того как клинт начал использовать сколько раз неделю тренировать плечи ребята также какие другие мышечные группы это должно зависит от вашей программы можно и раз в неделю можно раз 10 дней а можно раз в два дня тренировать это все по-разному тут все индивидуально джеффа сейду я нормально отношусь спортсмен и спортсмен уважаю его потому что парень молодой сделал такую карьеру в 19 лет уже красавица молдова вам тоже привет в строительстве да еще работают недавно был у нас в офисе на собрании ну мультипар это старый бренд хорошо к нему отношусь сколько я зарабатываю ребят но это мягческая тайна доходов у меня много разных но я не буду о них распространяться да сам вам тоже привет саратовом привет вот что еще как плечи качал есть видео ну ребят только что видео выложил на свой канал заходите на мой канал youtube и наберите денис бусин попадете на мой канал там обалденная тренировка как я накачал в плечи сейчас даже вам покажу съем открою компьютера как раз за компьютером сижу покажу свой канал вот мой канал моя страница вот и вот видео вот как накачать грунт и как накачать дельты видите 50 тысяч просмотров уже за неделю так что это очень популярное хорошее видео и по лайкам-дизлайкам 1700 против 79 вот еще тренировка плеч тут вообще 18 только дислайков против полутора тысяч лайков поэтому как мне показать хорошая программа раз людям так нравится книгу эту я не читал потом не могу сказать ребят всем привет краснодар сколько углей в день что когда вопрос сформулируете сейчас я и на отдыхе 350 400 ем проблемы с уставами были с локтевым суставом я что на дорогу как бы связка внатерлась я сходил сделал узи в общем врач мне посоветовал мавалис принимать принимал мавалис в течение примерно трех недель и боль прошла вот поэтому нормально я не был никогда толстячком у меня эктоморф типичный поэтому я всегда как бы дрыщ как жена мне подсказывает в на первом курсе института 18 лет я весил при росте 186 всего лишь 61 килограмм поэтому я никогда не был толстым глутамин можно это аминокислота мы так принимаем белковую пищу каждый день поэтому отдельными на кислоты можно принимать хоть всю жизнь я думаю что ничего с этого не будет сочи ребят пока не приглашают если пригласят на семинар то обязательно приеду так быстро так будут комментарии я не успел читать рост и сейчас и 10 лет назад 186 ребят вопросы фармакологии я не могу открытом чате обсуждать потому что думаю все вы должны понимать стамбул ребят турция привет надеюсь вам степло хотя бы сейчас север надеюсь это дальний или ближний вам тоже привет артем пиаре он же в старополе поможет я не могу ему привет передать спорт пита мне присылают до определенное количество но это большая сумма там 200 евро в месяц то есть в год передай всем привет я проснулся мой любимец дочь кота моего зовут доджер если что артем сша тогда привет вы ему передать я приятно за то что парень поехал джиганом до дружим пообщаемся периодически увидимся ему подсказываю помогаю готовиться подругу коту пока я жена мне не фитоняшка жена у меня обычный человек который к спорту не имеет отношения детей до планируем очень косметики три спортивных совета по жизни дениса гусева ребят ну я могу сказать это только то в отношении своего вида спорта первое это которое должно быть регулярно то есть вы должны делать это регулярно можете делать If it you love you поэтому это первый совет получайте кайф в больших вида спорта factors yourself make it 非 какой-то способ учитывать тоже если бы вы творите изolina рождение болезнь и так далее они должны вас отвлекать и третье привлекайте в этот спорт других людей 등 мы их potent потом благодарны. Я предтренник не то, что их не уважаю, просто это мое личное мнение, что от них зависимость может какая-то, плюс они давление реально могут повышать, плюс привыкание, и они потом перестают действовать. Поэтому я не использую именно предтренники комплексные, всякие разные. Можно и накачать кота. К Антону, типа, хорошие у меня отношения, мы с ним общаемся, дружим вот на Олимпию, которая в прошлом, точнее, позапрошлом году была, когда Анна Стардубцева выступала, стала второй здесь. Антон же с ним вместе приезжал. Они жили у нас дома, но я их пригласил к себе. Поэтому у меня с ними хорошее отношение. Саратов, вам тоже привет. По жизни советы, ребят, но я, наверное, не такой прям крутой чувак, чтобы какие-то вам советы по жизни давать, поэтому мне еще самому учиться и учиться. Ребят, компании такие, как Sun, Optimal Nutrition и так далее, это крупные компании, естественно, продукты у них хорошие. Ребят, МакРоберта книжку я не читал, поэтому я не могу ничего сказать. Думай, я знаю, я первую книжку читал его, а вот вторую я не читал, поэтому первую мне понравилась, я прощел лет 10 назад. А про вторую я не видел, поэтому не могу. Кстати, на мой взгляд, главная книга по бодибилдингу это энциклопедия бодибилдинга от Вайдера и энциклопедия бодибилдинга от Арнольда Швастнеггера. Там все отдельные советы даны. Дрон, твой друг, какой дрон, можно уточнить? Кто такой дрон? Эминема, нет, наверное, не слушаю. Ребят, я тренером не работаю в клубе, поэтому, как бы, сори, не могу никого потренировать. Семинар в Питере пока не планируется. У меня сейчас семинар будет в Севастополе, если не ошибаюсь. Там будет семинар у меня первый. Мало видео на канале, согласен. Буду это исправлять, буду стараться хотя бы раз в две недели выкладывать видео. Под какую музыку качаюсь? Ну вот, есть такой сайт, называется... Сейчас... Промодиджи.ком Вот здесь есть музыка различная. Я обычно какой-нибудь клабхаус. Где он тут? Вот она. Электрохаус. Врубаю клабхаус. Здесь вот список музыки. И начинаю ее слушать. Так интернет работает или нет. Нет, не реклама. Это у меня спросили, про что я занимаюсь. Сайт называется вот. Промодиджи.ком Здесь эту музыку можно легально скачивать, то есть это бесплатно. Сюда нажимаешь, она скачивается. И здесь вот вся эта музыка, которая только существует, она вся есть здесь. У меня здесь есть пара любимых диджеев, которые я скачаю и слушаю. Поэтому отсюда. Высокий параллокин, натуражка. Ну, это значит сбой в гормоналке. Нужно с врачом-андрологом пообщаться, узнать, в чем причина. Ну, соответственно, использовать какие-то препараты. С Мироном, да, общаемся. Ну, как, мы не друзья, нельзя сказать. Мы, ну, знаем друг друга. Ну, незагадычные такие, друзья. Когда видим, общаемся. Когда не видим, не общаемся. Соли с рациона ни в коем случае нельзя убирать. Даже на диете, даже при соревнованиях нельзя убирать соль вообще. Английским владею, но не беглым разговорным. Но на таком уровне, что мне достаточно, чтобы пообщаться с ребятами в Америке. Кальяну, ну, я крайне редко его курю. В Одессу пока не приглашали, пока не еду. На сушке, ребят, любую молочку нужно исключать. Вот именно хотя бы последние 2-3 недели перед соревнованием. Потому что она задерживает воду сильно. Даже 0% творог. А так, если вы хотите просто для себя посушиться, то, в принципе, можно есть творог. Так, БЦА, со скольки можно пить, да, с любого возраста. Какое мясо кушать? Какое вам нравится по вкусу такое кушайте? Мне нравятся индейка и курица. Узкие плечи можно расширить, безусловно. Тебе 20 лет, ты еще молод. Работай просто. Найди тот, скажем так, тот тип тренировки, который тебе подходит. Для того, чтобы у тебя росли мышцы от него. Вот. Ну, что, вопросы закончились. Здесь, остальные там. Укажи, как это будет. Л-карнитин лучше принимать, когда делаешь кардио? Конечно, ему необходимо принимать за 15 минут до кардио примерно 2,5 грамма карнитина. Киев, привет. Я не планирую уже жить за границу. Я просто люблю туда ездить, отдыхать. Топ-3 продукта, откуда я беру белок. Если вы про питание, то это первое, это индейка. Второе, это рыба белая. Третье, это рыба красная. С Гузеевой. Ну, после пожениться мы с ней не общались больше. Какой протеин? Да, в принципе, любой. В нем, как бы, я использую все эти разные. Не знаю, у меня банки стоят. Сейчас я вам профи массы иногда пью. Вот. Ну, это такой комплексный протеин. Там и углеводы, и жиры. Там где-то 25 грамм белка и 20 грамм углеводов. Все, боже, да? Вот, и 5 грамм жира. Кариакин, как часто пить? Ну, у нас в санаборе можно пить 2-3 месяца без остановки каждый день его. Тайские каникулы по 10-балльной шкале. Ну, 9 точно я бы поставил. Все-таки, больше, может быть, хотелось бы отдохнуть по времени. 12-13 дней было очень мало. Триблус, пейте по инструкции, ребят. Любые препараты, дозировка написана там. Нужно пить по инструкции, потому что, ну, как бы, превышение можно только спортсменом делать. Для любителей не стоит. Триблус я пью. Не знаю, что-то поменее. Триблус, ЗМА. Сейчас я пью. О чем трансляция? Отвечаю на ваши вопросы, ребят. Поэтому, если вы знаете, кто я слушает, если не знаете, вам неинтересно, можете отключаться. Почему у нас нет аналога Bodybuilding.com? Потому что Bodybuilding.com продает спортивное питание, которое в Америке произведено. Там вряд ли вы найдете спортпит какой-то из Европы или из Японии. Поэтому у нас нет такого сайта. Потому что у нас производителей спортпита только из российских их не так много. Сумку, по-моему, коду взял. Пожалуйста, пользуйтесь. Про Аргинин. Ну, Аргинин, что про него рассказать. Я использую иногда как раз тоже в виде притреника, перед тренировкой пью его для лучшего пампа. Сколько при маслонобой лучше есть углей при весе 80? Ну, я думаю, порядка... 4-3-2... Ну, грамм 400, наверное, нужно есть, не меньше. Пью я воду во время еды. Я пообщался недавно с врачом с одним по поводу воды. Я задал вопрос. Она сказала, что если вы пьете воду просто для заглатывания пищи, то это нормально. Но очень много воды, там, пол-литра во время еды пить не стоит. Но в то же время она упомянула, что чем больше вы пьете воды, тем большее количество ферментов начинает выделяться. Поэтому вода не разбавляет сок желудочный. Поэтому никаких проблем с пищеварением не должно быть. Брэдик от Сбрэдпита. Да, за бородой. Голень у меня небольшая, где-то 42, наверное. Тайские каникулы мне очень понравились. Инвестом, инестом, нет, не слышал. Я не знаю, что это такое. Анорексия, раздражительность во время сушки. Ну, если раздражительность во время сушки, то ноутропы нужно принимать. Забейте в Google ноутропы. Это класс таких препаратов для седативного эффекта на центральную нервную систему. Много пить это нормально, я сам много пью воды. Как тяжелая третика, да, мне очень понравилась. Я, правда, еще ни разу не делал ее после отдыха. Лево-карнитин. Так, в зале бесплатно занимаешься? Ну, в каком-то бесплатно, в каком-то покупаю абонент. Я просто в нескольких залах занимаюсь. Тайские каникулы 3, ну, я не знаю, будут ли они вообще при таком курсе. Поэтому, суставную гимнастику, ну, после каждой кардиоразминки обязательно минут 5 растягиваюсь еще обязательно. Тестобустеры, ну, я не знаю, почему-то сейчас они запрещены, то есть их в России здесь нет. Но я пью в основном тестобустеры на основе трибулуса. Ну, вот, но мне спонсоры присылают, поэтому я их использую. Нет, лево-карнитин нет смысла пить перед силовой тренировкой. Действие лево-карнитина, он транспортирует липиды, то есть жиры, в митохондрию клетки для их превращения в энергию. И это работает только в анаэробном режиме, то есть когда у вас образуется кислородный долг, то есть когда вы циклическую работу длительного характера делаете. Лево-карнитин не будет работать при силовой тренировке, он бесполезен. Мнение о форме Симкина, но я сейчас еще не видел его форме, весит за сотку, набирает массу, кто хочет выступать в Классик Физик. Единственное, что, наверное, никого из наших там не получится выступить, потому что никого не пустят. К Кроссвету положительно отношусь, я к любому спорту отношусь положительно, просто кому что нравится, вот эта тема и занимается. В Краснодаре, ну, как, ребят, пригласят, я обязательно сразу выложу информацию о том, что я еду в Краснодар, пока не приглашали. Так, кардио, это человек с утра, на сушке я сам его делаю, пью порцию БЦА, ну, не порцию, грамм 7-8, и делаю кардио, он вместе с Аль-Карнитином тоже. Жиросжигательное в отношении положительное, надо хоть что-то использовать, когда нужно похудеть. Какую белую рыбу? Ну, в основном этот Себас, либо Дорадо, мне очень нравится. Эстония, вам тоже привет. Творог что? Ну, сейчас я ем творог, вот. Но на сушке, как я сказал, я не ем его. Если год не занимался, то, конечно, все сдуется, о чем говорить. Так, дела у меня отлично, хорошо, спасибо, ребят. Как правильно пить аргинию? Ну, по инструкции, перейти, перетренировка, там, я не знаю, как помню. В инструкции будет написано, сколько грамм нужно принимать. Сколько БЦА принимать? Ребят, это все индивидуально тоже, я принимаю до 15 грамм во время тренировки. На ФИБА, да, буду, на ФИБА приеду, на Станделин буду стоять, работать. За сколько времени до соревнования начнешь подготовку? Эту подготовку начну не раньше, чем за 2 месяца, потому что мне массу набирать уже нельзя, буду сразу сушиться. Поэтому всего лишь в 2 месяца будет подготовки. Спасибо. Так, как устроить мой семинар в Сочи? Ну, напишите мне на почту, он электронную, она указана в моем профайле. Я вам напишу, как устроить семинар. Кущук куда пропал? Саша, он работать стал, спортом стало некогда заниматься, плюс у него травма, там, грыжа была в спине, несколько даже грыж, поэтому... Вот, он не может ноги полноценно тренировать, поэтому он пока со спортом завязал. Видео про сушку будет, оно уже есть, даже 2 видео про сушку. Сколько стоит мои консультации, ребята, составить программы, можете на мой сайт denisgusiv.com зайти. Вот он мой сайт. Вот, здесь, кстати, моя биография есть, полностью. Вот, есть. Вот здесь раздел консультации, выбирайте консультацию, которую вам нужно. Вот, программа питания, и здесь все написано, что почему. Кстати, недавно заработала полноценная моя статья с Википедии. Правда, мне ее хотели несколько раз уже удалить, потому что тут столько возражений было о том, что бодибилдинг это не спорт, спортсмены это не спортсмены, но вроде все, я отстоял. Вот, вот сейчас так выглядит моя статья в Википедии, я бы мне... Просто ребята написали ее. Здесь, кому интересно, полностью все про все мои выступления, даты, места, и самое важное, это ссылки. То есть, везде можно посмотреть, найти информацию, что это, да, действительно... Вот, вся история моих профессиональных турниров. Вот, и здесь везде ссылки на все есть. Поэтому, кто хочет проверить, действительно ли я что-то выиграл, можете зайти по ссылкам и посмотреть на оригиналы. Ну, насчет галочек ВК в Ютьюбе и так далее, я не знаю, как это сделать, поэтому, если кто-то может подсказать, подсказать, подскажите. Но пока галочек у меня нет. От супруги вам привет. Привет всем. Вот. Расскажи о кардио. Если вы хотите похудеть, обязательно надо делать кардио. В Германии вам тоже привет. Прогнозов по лимпе делать не буду, еще раз говорю. Если я попаду в десятку, я буду самый счастливый. Сколько раз в день нужно есть при массонаборе? Ну, чем чаще, тем лучше. Минимум 6 раз в день, я бы сказал. Причем, не важно, массонабор это или сушка. Кота Доджер зовут. Зовут Кота Доджер. Сколько лет я выступаю? 4 года будет в этом году. Какой генер для набора сухой массы? Ребят, генер и набор сухой массы, это уже два несочетаемых слова, простите. Видео о массонаборе, кстати, еще не было, но сниму, хорошо, ладно. В Германии, ну, в Германии я буду на ФИБе работать. Выступаю я с 2012 года, поэтому 4 года будет в этом году. Как лучше тренить ноги в 16 лет? Вопрос непростой. Надо пробовать различные методики тренировок. Делай там 3-4 упражнения на 20 повторений по 5 подходов. И должны ноги твои расти. С Бодюком, ну, периодически, да, с общением мы с ним скидываемся, о том, как дела, все ли хорошо и так далее. Поэтому иногда общаемся. Почему может болеть голова, когда приседы? Ну, наверное, по всей видимости, давление возрастает, поэтому голова и болит. Проверьте свое давление во время силовой тренировки. Свидос с Симкиным. Ладно, окей, хорошо. Я же только что ответил, куда Кучук пропал. Он начал, пошел на работу, тренироваться некогда. Работает парень. Сколько надо готовиться на первые соревнования по Мэнс Физик? Ребят, это вопрос такой, что все зависит от вашей формы. Если вы в хорошей форме, может, и полгода кому-то достаточно. А кто, например, имеет лишний вес, там и 3 года понадобится, чтобы привезти себя. Реально ли без химии накачаться? Ну, для Мэнс Физик достаточно реально. Можно выступать. Я знаю, по некий, выступать абсолютно в натуражку, в Мэнс Физик. Сегодня сел сотку на 16, но поздравляю, нормально. Футбол, ну, на сборную нашу смотрю, он сам только в детстве играл. Ну, за чемпионатом, за нашим, не слежу, просто времени не хватает. Но сборную России, конечно, и на стадион хожу, вот на Спартак-арену на новую, когда там играл в сборную, ходил обязательно. Да, это было. Три любимых упражнения на грудные. Это жим гантелей лежа, жим гантелей на наклонной скамье и сведения в кроссовере. Сколько раз в день кушать? Шесть. Максим, привет. Чем я зарабатываю на жизнь? Разными работами. Ну, часть от спорта, часть от строительной компании идет. Ведете ли еще видео тренировки Спортлайт? Да, будет еще одна или две тренировки, я не помню. Там, по-моему, про спина. Спина должна быть и руки, может быть. Когда следующая трансляция? Не знаю, я как-то не очень еще с Перископом дружу. Ну, может быть, там, через пару-тройку дней буду. Чтобы росла попа, нужно делать приседы с весом. Ну, безусловно, чтобы мышцы росли, нужно их нагружать силовыми нагрузками. Собственным весом будет не расти. Какая была самая тяжелая травма? В детстве упал в 7-летнем возрасте на банку разбитую, трехлитровую. Просто 22 шла на колено потом наложили. Ну, вот это моя была самая большая травма, никак не связана со спортом. Сколько часов между приемами пищи? Перерыв 3-3,5 часа между приемами пищи. Составная тяга? Нет, не сильно увеличивает. Если вы в поясе будете ее делать, то все будет с ней нормально. Можете делать. Когда будет видео, но я надеюсь, через неделю, через день уже будет видео. Поэтому оставлю пока интригу. Смотрите, буду делать хобби. Хобби у меня банистика. Могу под... А даже сейчас вам... Недавно бону одну, давно хотел ее прикупить. Наконец-то она мне пришла, я ее купил, насобирал денег. Сейчас вам покажу, что это такое, если кто не знает. Где она? Вот она, моя родная. 500 рублей 1898 года с Петром на двушке. Она огромного размера. Она пока запечатана, я еще в альбом ее не вставлял. Также могу похвастаться. Кто-нибудь видел купюру? На всякие деньги. Ну, это коллекция, я югославский полный выпуск купил. Так, 5 миллионов. 5 тысяч, 50. Сейчас, 7 миллионов. Во, мне из купюра 5 миллиардов. Как вам это, деньга? Бонах. 5 миллиардов. Интересно, много можно за нее купить? Ну, это югославский, это когда у них был кризис, когда война там была. Такая инфляция была дикая, что пришлось... От 50, буквально, динар. Вот, от 50, да. Инфляция догнала до 5 миллиардов у них. Можно посчитать. Ну, это вот мое хобби очень большое. Деньги все оригиналы, конечно. Не, у меня есть копии, но те деньги, которые стоят, там, огромных денег, просто для коллекции, чтобы я их смотрел. А так, в основном у меня все оригиналы. Я когда-нибудь покажу вам свою коллекцию, отдельное видео в перископе сделаю. Баксы и евро, они в банках лежат. Так, ну, есть статьи евро у меня, коллекционные. Сейчас могу показать. Покажу даже сейчас. Они не в блокнотах лежат, но даже сейчас где-то лежали. Сейчас я достану. Сейчас, подержи телефон на мне. Сейчас, ребят. Ребята, а кто-нибудь такую купюру видел? А у меня есть. Места знать надо. Сейчас еще найду. А здесь еще вот такая. Секретная моя бумажка. Как вам? Вот это у меня очень большое в жизни увлечение. Про него мало кто знает, правда? Ну, вот они. Вот, а вот коллекционные баксы тоже. Ну, мне их много, но это вот то, что сейчас я последнее покупал. Это два бакса 53-го года. Да, ладно. И есть... Они просто запечатаны, еще их не распаковывал. Ну, и там еще один бакс, еще более старинный лежит. Вот. Жена телефон держит. Вот она, наверное. Я телефон держу. Я правую руку Дениса Курчева. Во всем ему помогаю. Даже телефон перископить держать. Вот. Ну, это такая сейчас очень маленькая часть моей коллекции. У меня, на самом деле, она большая достаточно. И мне нравится просто собирать старинные деньги, потому что у них чувствуется какая-то такая энергия. Может, какой-нибудь уважаемый человек их держал 100-150 лет назад, а сейчас держу их я. Ну, кстати, тоже старинная бона, очень дорогая. Тоже недавно купил 5 рублей, какого уж она года. Обеспеченное золото, между прочим, еще. Ну, короче, с конца 19-го века 1800 какого-то там года. Тоже такая вот есть. Ну, у меня таких много, поэтому когда-нибудь я вам покажу. Можно еще телефон переложать? Детей в этом году планируем заводить. Про гормоны, ребят, я никогда их использовал, честно. Я не знаю, что про них сказать. Жена? Нет. Жена у меня домохозяйка. Отдыхает и помогает мне. С Филом Хитом пообщались немножко на этом, на Олимпии, на любительской. В какой скорости выполнять упражнения? 2 плюс 2 делать. 2 на позитивную фазу, 2 на негативную фазу. То есть не быстро. С пептидом. Я один раз попробовал пептиды, ГРХП второй и шестой. Аппетит они подняли, но это держалось только ровно 2 недели. После этого, даже при повышении дозировки, они уже переставали на мне работать. Это не настоящее. Режим держать, ну, за счет мотивации только помогает. Я уже привык, работался, поэтому не держу. Но, наверное, много... Ишанкин тренер Гусева, Гусев уже чей-то тренер. Нет, я ребят готовлю к Мансфизик выступать, но я не прошу их называть себя своим тренером. Я просто даю консультации, но именно кого-то специально вести я не веду. Я не хочу за людей отвечать. Бессонница мне от меня не мучает, слава богу, что я никакие сильные препараты не использую, которые бы перевозбуждали мою ЦНС. Поэтому я спокойно сплю. Ну, иногда, конечно, валерьянку могу выпить. Со шпаком не будет тренировки, он в Питере живет. Я ему сказал, скажи слово ЕЧ. Я не знаю, что это значит, но я его сказал. В каком зале меня встретить, ребят? Ну, я не сильно распространюсь, где я живу, в каком зале тренируюсь. В одном из ворклассов, если вы найдете. Липо-6 хороший препарат, я уже отвечал, принимайте его. Грудь и ноги трените. Ну, если у вас трехдневный сплит, ноги трените с плечами, а грудь трените с бицепсом. Если в три раза. Живу я в Москве. Какое оптимальное время выполнения утреннего кардио? Ну, сразу после того, как вы проснулись. Таллин. Вам тоже привет, кот живет, хорошо. Что ждешь от ПРО? Ну, по крайней мере, я уже дождался выступления на Олимпии. Олимпии 15 сентября. Жду попадания в десятку. Там посмотрим. Сумка Sexpex. У меня на 4 сумки Sexpex. Самая маленькая, да самая большая. Я разными пользуюсь, когда мне какая нужна. Камера телефонная, да, с телефона. Почему выбрал БМВ? Ну, с детства мечтал БМВ попробовать. Вот поэтому выбрал. Когда соревнования по Месси-Зик, ребят, я еще не знаю. Может быть, весной буду выступать на Стокгольм Про. В Швеции будут турниры. Может быть, сразу на Олимпию. Про пептиды не могу сказать ничего. Ни да, ни нет. То есть, возможно, работает, но не так сильно, как мы того хотим. Ну, вот. Выбрал БМВ. Человек с ником пишет мне, правильно сделал. Ник у него BMW E34 520. То есть, это 520-я БМВ в 34-м кузове. Привет, бро. Либо по 6, или карантин, или вместе. Конечно, вместе. Это же разные вещи. Их можно вместе. В онлайн-игры? Нет, я не играю. Единственное, что я играю сейчас, это Fallout 4, чтобы я на него подсел. Есть еще любители Fallout'а здесь? Я вот сижу сейчас на нем. Бороду, да, хочу отпустить. Сейчас здесь все себе выбрил. И можем бороду отпускать. Ребят, я уже так долго с вами общаюсь, я обалдел, 37 минут. Я уже даже... Думаю, для первого моего перископа с моего дома будет вполне достаточно. Думаю, через пару деньков, может, в воскресенье вечером еще раз выйду. Поэтому спасибо большое за то, что были сейчас со мной. Ребят, подготовьте ваши вопросы и буду отвечать на них в следующий раз. Так что, ребят, всем спасибо, всем пока. Спасибо, что вы подписались на Инстаграм. Заходите на мой YouTube, в Инстаграм. Там много-много всякой интересной информации будет. Ребят, спасибо раз еще раз. Всем спокойной ночи. У кого она впереди ночь, может, кто на Дальнем Востоке, то всем доброго утра. Поэтому с вами... Да, спасибо большое за пожелание, удачи. Пока-пока. Хорошо, после 21.00 буду выходить, потому что я уже обычно в это время дома. Окей, договорились. Буду вам на это отвечать. Все, спасибо, ребят. Пока-пока.